Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валде и мы продолжаем прохождение Tales from the Borderlands, эпизод 5, Хранилище Путника. Ну что ж, рис таки долетел, долетел живым, несмотря на то, что капсула была изначально неисправной. Но где же он оказался? Пкнуть спасательную капсулу? С удовольствием. Надо пожалуй еще раз. Ну да. Попробуем ударить тогда рукой, но другое дело. Офигеть. Ага, наконец-то я очнулся. Джек. Так, давайте прямо сразу просканируем, что мы тут вообще имеем, собственно. Начнем, пожалуй, с постера перспективы. Анализ завершен. Перспектива. Новый горизонт. Расположение на горе. Популяция 352 трупа. Дата завершена и строительство неизвестно. На этом плакате изображена перспектива, утопия будущего, новая безопасная Пандора. Все было замечательно, пока искатели хранилища не раз... дальше... к сожалению, раз... не видно. Подпись Красавчик Джек. Так, ладно. Смотрим далее. Постер с Красавчиком Джеком. Анализ завершен. Рассвет Джека. Художник Эдвард Брайс. Материал высокотехнологический холст. Заказная в честь открытия перспективы, это созданная при помощи литографии картины представляет собой триптих. В центре непобедимый Красавчик Джек. По бокам верная армия грузчиков. И последняя, соответственно, картинка. Постер Гипериона. Реклама ПП Гипериона. Уровень урона низкий, цена низкая, удовлетворительность клиента низкая. Недавний опрос в качестве ПП Гипериона получил несколько негативных отзывов. Безусловно, участники были предвзяты. Это редактировал Блейк, генеральный директор Гипериона. Ну да, ну еще бы. Так, ладно, с этим разобрались. Далее смотрим, что мы тут еще имеем. Можно, собственно, просто это все мероприятие смотреть. Без нашего чудо-зрения. Давайте посмотрим. Полный бред. Окей. Ну здесь тоже самое пока что у нас. Хорошо, посмотрим дальше на следующий постер. С Красавчиком Джеком. И непобедимой армией грузчиков. Черт. Так, ладненько. Что у нас здесь? Опять ключ, смотрите, не сканируется. Блин, это нас немножко напрягать начинает. Какого хрена, спрашивается? Почему? Так, а если паузу плей попробовать? Может быть, не знаю. Может быть, вдруг поможет. Нифига подобного. Дубинка шокер у нас тут в инвентаре. Давайте попробуем терапию войти, потому что мне это не очень нравится, что в итоге не сканируется. Такое у нас уже было. Игра в этом месте почему-то забагована. Ну, в некоторых местах таких. Это не есть хорошо. Ладно, посмотрим. Надеюсь, что сохранение будет с этого же момента. Нет, к сожалению, не с этого. Придется заново все это сделать. Но мы сейчас не будем уже ничего осматривать. Просто пройдем сразу туда, в то помещение. Соответственно, там попробуем сразу сканировать. Но если не получится, значит уже забьем болт. Значит, не особо-то и важно. Так, давай сразу бей. Бей еще раз. Бей рукой. Жалко, что чекпоинты не на каждом шагу. Хотя могли бы после этой косанки, как он упал и поднялся, сделать еще один чекпоинт. Но разработчики решили до того не вставлять. Ладно, неважно. Мы особо много времени потеряли, надеюсь, на этой загрузке. Давайте быстренько пробежимся опять по этому же месту, по этим постерам. Потопчем их ногами на этот раз и посмотрим, что у нас там получится. Я сегодня записываю немного упора, ты уставший после работы. Так уж пошло, поэтому... Не знаю, насколько эпично удастся серия, насколько хорошая будет озвучка и так далее. Потому что реально чувствуется просто усталость. Так, ладно, быстрее ты бегать не можешь, к сожалению. Но хоть как-нибудь там ковыляй. Надеюсь, что на этот раз не будет глючит, и на этот раз мы сможем просканировать местность. Давайте проверим, так ли это. Нет, опять посвечивается, но не сканируется. Ну что же, ладно. Значит, так-то может быть. Ну-ка посмотрим. А, может быть, стекло начал разбить, подожди-ка. Хотя нет, вряд ли на самом деле. Ну, чей-то труп. Неплохо, неплохо. Помните момент, когда он первая стройка узрел такой, что же раньше-то ее не бил? И вправду. Так, тут нам сканировать вроде как нечего. Хотя вот там что-то еще желтеньким цветом посвечивается. Ладно, тогда погнали дальше. Я, правда, не всем понимаю, куда нам... А, понял. Вот оно, оказывается, как. Ох, конечно, опасные конструкции, шаткие. Лезть на разломанные гиперионы, руины. Наверное, не лучшая идея. Так, смотрим здесь, что мы можем отсканировать. Помятая машина. Анализ завершен. Гиперионская корыта серии 4600S. Структурная цифра здесь нарушена. Мы еще к бедствии активированы. Статус запроса ожидания. Спасибо, что вы были в страховое агентство Пламя. Даже если вас убьют или покоречат, мы всегда будем рядом, чтобы сжечь все улики. А вам нравится Пламя? Ну да, отличный лозунг. По-моему, просто очень нравится. Ладно, сначала посмотрим, а потом уже постараемся пошевелить. Хотя не знаю, зачем. В черном цвете. Блин. Тяжком быстро не успел прочитать. Что? А, уже снова не нажать. Ладно, фиксим тогда. Перелазим через нее. Ну, или не перелазим. Ну, вот, в принципе, вариант. Давай, Алис. Я знаю, ты сможешь. Отлично. Ну что ж, поползли потихонечку. Статуя красавчика Джека. Кстати, друзья, отвечая на ваш вопрос, то есть некоторые просто спрашивали меня в личку ВКонтакте. Также был комментарий ВКонтакте под, собственно, прошлой серией. Почему она недоступна на мобильных устройствах? То есть там получилось так, что с ПК-версии можно было посмотреть, да, то есть, ну, с обычного компьютера, а с мобильника прошлой серии не показывалось. Было написано, видео недоступно. Дело в том, что въехали про обладатели на музыку, которая там звучала во время, собственно, титров начальных, да, Borderlands, и из-за этого, короче, заблокировали на мобильных устройствах просмотра. Жалко, конечно, но что поделать. Так, давайте сканируем статую сразу же. Анализ завершен. Завыковеченный Джек, непокоренный. Скульптор Эдвард Брайенс. Материал «Лудный камень Элписа». Узнав о том, что красавчику Джеку был заказан мемориал, Жапец ушла в себя. По последним слухам, она является королевой былого и грядущего. Какая еще нафиг Жапец? Сканирует поврежденная станция перестройка. Анализ завершен. Станция перестройка. Прически недоступна. Одежда доступна. Татуировки доступны. Станция перестройка может изменить в себе все, что душе угодно. Кроме того, что ваша личность, которая не так уж и важна, если выглядеть круто. Ну да. Твою же дивизию. Даже сейчас мне этот мистер Джек не дает покоя. Черт побери. А мне ведь правда нравилась эта станция. Не думаю, что страховка это все покроет. О, Рис, какой же ты мудак. Смотри, что ты натворил. Я построил это место своими собственными руками. Правда, с помощью нескольких сотен ненужных рабочих. Как ты выжил? Выжил? Не знаю, не знаю. Можно ли это назвать жизнью, сынок? Я тобой горжусь, парень. Ты не остановился ни перед чем, чтобы меня убить. И тут ты снова начнешь мне рассказать, как мы все-таки похожи. Нет, боже, нет. Ты куда лучше биваешь людей, чем я. Как думаешь, сколько людей было на Гелиусе, а? Сколько коллег ты просто так выпустил в космос, чтобы избавиться от меня? Почему же ты думаешь, что в этой истории хороший парень ты? У меня не было выбора. Ну хорошо, продолжай себя в этом убеждать. Что только не сделаешь, чтобы спокойно спать по ночам, верно? Каждый думает, что он герой своей собственной истории. Я должен был это предвидеть. С самого начала, как я спустился на эту дырянную планету, пахнущую чипсами начис. Меня предавал каждый, кто был хоть как-то мне. Хоть как-то мне близок. Мой босс, моя девушка. Черт, даже моя проклятая дочь. А может, я это заслужил? Ведь благими намериями и выложена дорога в ад. Так? Твоя дочь тебя предала? У нее не было выбора. После того, как она убила свою мать, она перестала контролировать свои силы. Я скрывал ее годами, но моя вторая жена узнала. Узнала, что от этого заперти. И однажды она предала меня вместе с кучкой искателей, а потом покончила с собой. Я только что узнал об этом вновь. Информация была в базе данных Гелиуса. Можно было обойтись и без этого. Посмотри по сторонам, Рис. Вот так вот выглядит успех. Ты еще поймешь, после того, как начнешь измерять его в количестве дымящихся вокруг останков. Нужно сначала что-то разрушить, чтобы потом построить вновь. Это был твой первый шаг. Другого пути нет. Ты поймешь. Есть еще много всего, что срезалось перед созданием новых вещей. Но уж нет. Я найду другой способ. А я не последую за твоим. Думаю, что сможешь отделаться от меня. Ты кусок дерьма. Ты готов к смерти, Рис? Ты готов к смерти? А я вот и готов. Убьешь меня, умрешь сам. Да, это жертва, которая готов принести. Вот, вот тебе за твою преданность, маленький ты лжец. Вот это и значит быть лидером. Это и значит быть чертовым героем. Быть тем, кем ты не станешь. Давай, Рис, давай. Ой, мать твою. Охренеть. Жесть какая, просто жесть. Поздравляю, сынок. Теперь ты проживешь еще один день. Но что насчет завтра? Или послезавтра? Ведь я никуда не денусь, пока в тебе будут все эти импланты. Я буду рядом, выжидая шанса избавиться от тебя. Игры закончились, Ризи. Все, что мне нужно, это время. Однажды, когда ты обо мне уже забудешь, я владею тобой, спущу из тебя шкуру твоими же руками. Может, в это время ты будешь спать, трахаться или срать. А может, наберусь терпения и подожду, пока ты не состаришься. В любом случае, я увижу. Стой, 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 стой. Что ты делаешь? Какого... Рис, какого... Какого же ты это творишь? Что? Ой, жесть какая... Не-не, пожалуйста, прошу, не делай этого. Нет, Рис, ты не знаешь, какого это. Твою мать. Прошу. Эй, смотри, я стою на коленях. Пожалуйста, не отправляй меня обратно. Ты совсем этого не хочешь. Какая жесть, а... Ой, твою мать, а. Пустота. Я ведь кану в пустоту. Не делай этого. Не делай этого. Прощай, Джек. Все кончено. Офигеть. Офигеть. Просто пипец какой-то. Офигеть. Да уж. Так, ладно, что же с тем временем подошло с Фиона и Саше? Где же они? Просто на самом деле ни слов. Одни эмоции от того, что только что сделал рис с собой. Оторвать самому себе руку, выводить глаз. Вылезай, Фиона. Ну, по крайней мере, жива. Фиона? Ответь, Фиона, ну же. Саша? Саша, я на связи. Слава богу. Слушай, в Элори использовали маячок, чтобы улучшить Гортис и певать хранилище. Гортис старается его открыть, но тварь, что оттуда вышло? Она... Она большая. Очень, очень большая. С маячком Гортис тоже стало больше, но к такому она не готова. Где ты? Я не смогу ее искать наверняка. Я все еще в каравене, но не уверена. Черт возьми. С этой твари нужно что-то делать. Монстр появился вместе с хранилищем. Так может, если мы избавимся от него... Подожди, тут кто-то... Эй, эй! Саша! Саша! Ну, малыш, весело. А, Фиона, не самая удобная обувь, пожалуй. Твою мать! Ну, посмотрите на эти размеры. Саша. Саша. Слышите меня? Фиона, Рис! Кто они? Гортис, эй! Мы все умрем. Не останавливайся, только не останавливайся. Черт. Не успел уклониться. Вот дерьмо, а. Офигеть. Уклонись спокойно. А вот качать, наверное, не стоило. Гортис? Гортис? Офигеть. Стой, смирный, и скоро все закончится. Ах ты сволочь. Разобраться с Флерианом. Давай, пошли. Август, где Саша? Угу, понятно. Прокляйся, у него дыра в печени. Слишком силен, я не могу. Гортис, пропадает связь. Он все знает, он будет сдерживать меня пока. Это сволочь еще и Гортис обстреливает. А мало того, что монстр какой-то гигантский, так еще и это. Ладно, погнали. Почему бы тебе взять у какого-нибудь трупа пистолет, просто не выстрелить в затылок, да? Сзади все спрашивается. Отпусти меня! Где Саша? А ты правда хочешь узнать? Она неплохо боролась. До самого конца. Тебе стоит ей гордиться. Слишком много времени это продолжалось, говорит. Ну так давай-ка и сделай это. Ну вот на. Лови, родной. Твоя. Кто этого давно заслужил? Ублюдок. Ну черт, давай, стой смирно. Офигеть. Ну кто же старается такой штуковой неси под ноги? Что ты творишь? У нас нет на это времени. Я тебя остановлю. Вместе с хранилищем появятся и монстры. Вам больше, чем все, которых я видела. Наши размолвки не будут иметь никакого значения, если мы все умрем. Мы должны уничтожить Гортис. Это из-за нее страж хранилища все еще здесь. Он слишком силен, иначе ее не победить. Нужно попасть по мне. Только так мы... Нет, нельзя этого делать. Это убьет Гортис. У нас нет выбора. Или так, или мы все умрем. Просто не мешайся под ногами. Твою же дивизию. Нет, мама! Нет! Твою же мать. Нет! Нет! Иона, поспеши. Я не могу. Нужно попасть в желтый... Гортис, повтори еще раз. Тут помехи. Ракетница. Подожди, ракетница. Да. Нужно попасть по мне. Нельзя желтый фона... Скорее! Времени нет! Я... Прости меня, Гортис. Скорее! Ой, блин, ну сейчас отчеству не легче, блин. Офигеть, конечно, ситуацию. Что у одного героя, что у другого. Это ж просто забей. Давай, Фиона, давай. Родная, ты должна. Прицельтесь и стреляйте. А чем целится-то? Подожди. Я не очень понимаю. Да пипец. Нет, черт. В меня! Нужно попасть в меня, в ядро. Но я не вижу тебя сквозь бурю. Солнце, светящуюся сферу. Скорее, стреляй. Времени нет. Начинается. Ну давай ты, твою мать. Ну что ж ты так каша-то мало ела в детстве? Ну, поставь ты на какой-нибудь камень ее. Делай упор. Нафига ты ее держишь в руках-то? Епермитетер, давай. Мы справимся. Вот, Шурик, вот это другой разговор. Вот так бы сразу. Давай. Еще прицел бы я видел бы. Ну, кажется, попали. Такси закончилось. Гортис погибла. Валери тоже. Хранилище, монстр, который его хранял. Всего этого не стало. Все, что у нас осталось, это мы сами. И память о наших потерях. Все было напрасно. И на этом все. Потом мы вернулись в Острову Лощину, подлатали Августу. Больше рассказать нечего. Жизнь вроде как вернулась в обычное русло. Ну, привычное для нас. И на этом все. Вы уничтожили Гортиса, ушли. Продолжили жить, как будто ничего не случилось. Я не хотела стрелять в нее. Хотела бы я, чтобы был кто-то другой. А что насчет тебя? Забрав право на владение Атласом в кабинете у Джека, я решил, что их можно использовать, чтобы построить что-нибудь новое. Тогда казалось разумно вернуться на покинутый нами комплекс Атласа, снова открыть его, к счастью, припасов в нем было достаточно. Тех же фруктов, например. А еще я подлатал себе, разработал пару прототипов. Очевидно, все это было после того, как она бросила меня на Гелиос. Даже если это и правда, неужели меня можно винить? Все это на это время, на это время у тебя в голове был красавчик Джека, а ты ничего об этом не сказал. Мне это казалось верным решением, я хотел, чтобы вы начали психовать. Мы имели полное право психовать, вы с Джеком, вы с Джеком разрушили наши жизни. Ты серьезно? Так вот на что ты злишься? Все это гораздо сложнее, а знаешь что просто? Тот факт, что ты строил глазки моей сестре. Ну, я тоже получил парочку шрамов. Давай, урод, не тормози! Блин, ну двигай давай. Я не спрячу пустить весь день. Эй, кто это? Да, что это за хрень? Долг должен быть уплачен. Как это понимать? Ляг, мудила! Эй, чувак, ты не сказал мне, что он будет в бандитском лагере. Они все бросились за мной. Выглядишь целым. Ну, я-то оторвался, но задержаться тут не стоит, скоро они прибегут сюда. Я готов испытать судьбу. Да, пофиг. Ой, смотрите, у нас тут Фиона и ее корпоративная сучка. Меня зовут Рис, спасибо. Что ты тут делаешь, Крогер? После нас, когда я тебя увидел, ты жопу-потребить не мог бы еще до решения. Блин, ты вообще не затыкаешься, да? Меня привело сюда личное дело, спасибо, что поинтересовалась. Слушай, я привел к главаря бандитов. Будем меняться или нет? Два на один, по рукам. Забирай. Не, живыми они не уйдут. Отлично. Эй, не, не, стой! Вот и пришел твой конец, девочка. Ты не можешь позволить ему им это сделать. Так что, если хочешь что-то сказать, говори, пока можешь. Никогда не знаешь, капитрасплата. Да, брусь, давай хотя бы сразимся по-честному. Не, меня вполне устраивает нынешнее положение дел. Это за Финча! Воу-воу-воу-воу! Какая мерзость. Прекратите повторять. Даже не думайте о побеге. Какого хрена он делает? Это... Странно. Не знаю, может, хочешь задать вопрос? Ха-ха-ха-ха, уж отлично. Команда снайперов. Мы, похоже, собрали тут всех убить с планеты. Бинго! Команда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мда. Что тебе надо? Хорошо, выключить лазерные указки. Лазерные указки? Дети Гиллис стараются бегать пушек, когда дело доходит до конфликта. Вон. Я думал, что потерял тебя, дружище. Я тоже, чувак. Невероятно. Да ладно. Я тоже рад тебя видеть, Фиона. Нам о многом нужно поговорить, но здесь не так уж и безопасно. Пойдем на базу. Базу? О, да, ты не поедешь, когда увидишь, как мы ее обустроили. Это было сумасшествие. После того, как Валери выбила из меня всю дурь, Косио сподлатал меня в лаборатории. Этот чувак два раза спасал мне жизнь. Я точный его должник. План был в том, чтобы вызвать вас из лаб Валери. Потом вы улетели на ракете, Валери открыли хранилище, и все полетело к черту. Я пытался найти вас, ребята, но потом начал подозревать худшее. Я не хотел думать об этом, но... На своем время сложно потерять надежду. Я думал, ты погиб. Правда? Пару раз я был так близок к этому, но, видимо, повезло. Как и всем нам, по-своему. Все это казалось таким нереалистичным, понимая, что из Гелиос разбился, но к тому времени, как пыль рассеялась, все погибли, кроме тех, кто... кто успел сей спасательной капсулы. Никогда не думал, что буду править группы беженцев Гипериона. Они выплывали оттуда, как новорожденные. Испуганные затуманенными взглядами. Слушай, непонятно неправильно, но они... Они избрали тебя лидером? Слушай, чувак, я удивился не меньше твоего. Они даже не пускали меня в размаш лицов на Гелиосе. О, да, прости за это. Просто там было так много судов и... Да-да-да, дело было... былое, все нормально. Здесь на Пандоре я был единственным, кто знал, что здесь к чему. Большинство этих людей проводили свое время, смирно сидя на жопе, только потери и толстери. Именно поэтому решили сделать базу из обломков Гелиоса. Здорово, правда? Такие квадранцы, реально. Ладненько. Да, они весьма почтительны. Все странно для бывших киперионцев. Здрасте. Что сейчас происходит? Они проявляются в тебе свое уважение? Мне? Разве не тебе? Да ты гонишь. Хотел бы. Смотри, у них даже есть святилище. Это статуя Джека. Да, они очень наблюдательны. Но были... Они решили написать, что это не твое имя, Рис. Кто-то пытался переделать лицо, чтобы было больше похоже на тебя, но я думаю, что этих ребят нихуя не уверен. Наконец, уважение. Какое-то уважение. Ой, заткнись. Что? Да это мне уважение никто не высказывал. Рис, ты не понимаешь, для них ты великий освободитель. Понимаешь, когда ты разрушил Гериус, с них спали оковы их работы. Ну, ладненько. Давайте, пользуйтесь моей славой. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, здесь закончим сегодняшнюю серию и продолжим, собственно, следующее. Надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. А для вас, кралокомментировавалдай, это была игра Tales from the Borderlands на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok